Мегалодона Пугающий снимок Думаю, представление такой легендарной рыбины, как Мегалодон, излишне. Каждый прекрасно знает, на что способен этот монстр глубин, но мало кто догадывался, что он может возникнуть из ниоткуда и едва ли не напасть на целую крупную лодку, полную людей. Вот и мне казалось, что Мег – это пережиток прошлого. Высший хищник, который канул в лету. Однако автор следующего снимка так не считает. Мужчина, который мне его прислал, заявляет, что он с его друзьями заметил настоящего Мегалодона прямо во время путешествия по морю. Группа друзей отправилась к затонувшему самолету, желая найти там что-нибудь интересное. Но по пути их встретил Мэк. Он не дал туристам так просто совершить погружение и заставил тех мгновенно развернуться и отправиться домой. Именно так все и было? Да. Да, так все и было. Насколько этот снимок реален, судите сами. Но лично мне он не кажется слишком правдоподобным. Хотя правильнее будет сказать – не казался слишком правдоподобным. После кадров, которые вы увидите далее, я изменил свое мнение и по-другому взглянул на этот снимок вновь. Это действительно он. На самом деле, историй, когда люди встречают гигантских акул, достаточно много. И вот одна из них. Это произошло с обычными студентами, которые наблюдали за подводным миром с борта учебного парусника. Ничего не предвещало беды, как вдруг они заметили гигантскую рыбину, проплывающую прямо под их кораблем. Разумеется, эта акула не могла быть одной из простых, привычных для нас. Габариты у нее были ненормальными. С другой стороны, верить в Мегалодона тоже не особо хотелось. Не хотел бы я оказаться в тот момент на месте учителей, к которым студенты тут же побежали с вопросами. Люди в комментариях под этим роликом разделились на несколько лагерей. Одни высказались в стиле «Мы же говорили, что Мег реален!» В то время как другие призвали сохранять спокойствие и не беспокоиться. Якобы это была обыкновенная гигантская акула, питающаяся планктоном. Да, она была крупнее остальных, но тем не менее. А что думаете вы, действительно ли люди могли встретить Мегалодона близ берегов Новой Англии? Напишите в комментариях. Эта гигантская акула была где-то на глубине. Разглядеть ее нормально так и не получилось. Но, судя по силуэту, она была очень большой, около 10 метров в длину. Возможно, это была одна из больших китовых акул. Однако, окрас у нее был странным, несвойственным этому виду. В любом случае, если это и правда был Мегалодон, как заявляет автор ролика, вскоре мы об этом узнаем. Он разрастется еще сильнее и уже не сможет скрыться от глаз близживущих людей. Хотя я бы на месте ученых, которые работают в этом городе, каким бы он ни был, отправил на дно моря исследователей и попросил тех проанализировать местность. Прямо как делали люди из этого ролика. Иногда путешествие на субмарине может оказаться крайне полезным. Настолько, что люди откроют новый вид акул или сильно удивятся, увидев уже известных ранее особей. Какой из двух вариантов произошел на этом видео, я не знаю, но эта акула точно всех удивила. В ее пасть свободно поместилось бы сразу несколько взрослых людей, что заставляет дрожать от ужаса, представляя ее полные размеры. К счастью для исследователей, они были за толстенным стеклом, через которое создание не должно было пройти, как бы ему не хотелось. Поэтому они были спокойны. Настолько, насколько это было возможно. Честно говоря, этот случай больше всего вызывает у меня сомнений на тему существования мегалодона. Кажется, будто это и правда может оказаться реально. Погружение в клетки. Как вы относитесь к погружению в клетки? Ставьте лайк, если тоже никак бы к нему не хотели относиться, потому что это очень страшно и опасно. По сути, вы оказываетесь наедине с морскими обитателями, которые куда тяжелее, сильнее, изворотливее и смышленее вас. По крайней мере, в водной среде единственное, что защищает человека в этом случае – это несколько железок. Каким бы опасным и сомнительным это занятие ни было, для многих оно по-прежнему является эталоном экстремального времяпровождения. Поэтому они, особо не думая, идут, куда глаза глядят, погружаются на дно и с удовольствием следят за всеми вокруг. Интересно, людям все еще приятно находиться внутри, под водой, когда рядом с ними проплывает вот такая огромная акула? Да она же размером с целую клетку, разве нет? Мне кажется, что при желании она бы смяла ее за несколько сильных столкновений на скорости. В любом случае, людям на видео повезло, и никакого нападения на них не произошло. Вот так встреча! На самом деле, опасность может поджидать человека буквально где угодно. Думаю, следуя именно такой логике, люди и погружаются на дно. Тут в каком-то смысле может быть даже более безопасно, чем на гавани. Ведь рядом с ней тоже проплывают здоровенные хищники, которые, к тому же, никак не контролируются человеком. Девушка, которой посчастливилось снять эту акулу, рассказала, что та была не менее 10 метров в длину. Сама девушка – опытный дайвер, но даже она впервые увидела подобный феномен среди хищниц. Вероятно, это был новый вид акул, или, как это обычно бывает, хорошо забытый старый. Ни на кого не намекаю, но вроде бы у мегалодонов был подобный окрас. Ладно, давайте отвлечемся от суеты и посмотрим затем, как работают спасатели. Если вдруг в море происходит беда, туда мгновенно выдвигается спасательная группа на вертолетах. Они подлетают к месту происшествия и скидывают спасательную шлюпку, привязанную веревкой. Человек держится, и его постепенно аккуратно поднимают на борт вертолета. Смотрится очень профессионально, быстро и надежно, если честно. Рад, что в мире есть такие опытные профессионалы. Кстати, а вы ничего в этом ролике странного не заметили? Вон, в правом верхнем углу, например. Там же прямо в нескольких метрах от человека проплыла огроменная акула размером более 20 метров. Она была крупнее самой крупной из ныне живущих. Ну уж если и эту вы не сочтете за мегалодона, я не знаю, чем вас удивлять, серьезно. Вполне вероятно, кстати, что именно таким путем Мэг и старался поохотиться. Врезался в направляющийся в его сторону корабль и пробовал его на вкус. Акулы, кстати, частенько едят то, что видят впервые. Они просто очень любознательные и прожорливые одновременно. Близкий ракурс. Это видео получилось спонтанно, но оттого оно лишь страшнее и интереснее одновременно. Человек плыл по морю и опустил камеру под воду. Он рассчитывал запечатлеть маленьких рыбок, но вместо этого заснял юную, но уже удивительно большую акулу. Люди затрудняются сказать, к какому виду она относилась. Кто-то думает, что это была белая акула. Кто-то, что это был мегалодон. В любом случае, все сходятся во мнении, что рыба была еще совсем юной, но уже очень большой. Интересно, почему акула не попыталась съесть камеру? Везение. Мне кажется, что единственное, на что важно обращать внимание во время погружений на дно, так это на уровень своего везения. Потому что если он довольно низок, велик шанс обратно не вернуться. В противном же случае, наоборот, даже если акула будет прямо над вами, да еще и сзади, вы останетесь целы и невредимы. Прямо как парень из этого видео, которому посчастливилось отделаться лишь испугом. Не знаю, почему акула решила его простить. Видимо, она была сыта, но выглядело это жутко. Сюрприз на берегу. К сожалению, разглядеть всю полноту картины, находясь под водой, довольно сложно. Размеры там оцениваешь не всегда верно, да и обстановка далеко не каждый раз спокойная и подходящая для размышлений. Скорее, наоборот. А вот если монстра глубин выбрасывает на берег, это уже совершенно другое дело. Мы такому, конечно же, не рады, но наши маленькие исследователи где-то в глубине нас говорят об обратном. Люди, которые сняли этот ролик, заметили выброшенного на берег гиганта совершенно случайно. Издалека им казалось, что это кит, но подойдя ближе, они все до единого потеряли дар речи. Это явно была акула, но не простых размеров, а каких-то невообразимо крупных. Как она могла разрастись до подобного? Это остается загадкой по сей день. Ровно как и то, что с ней потом делали. Любопытно, что люди после встречи с этой акулой затихли, словно никого аномально большого они и не находили. Это не может не натолкнуть на мысль о том, что ученые или кто-то еще вышестоящий попросил очевидцев молчать. Может, они и правда встретили настоящего мегалодона. Кстати, у этого случая, как оказалось, была мини-предыстория. Когда очевидцы успели рассказать, что за несколько дней до этого инцидента, они погружались на дно близ все того же берега и лично видели там вот эту огромную акулу. Вполне вероятно, что позже на берег выбросила именно ее. Она чувствовала себя неважно и именно поэтому не нападала на людей тогда, во время встречи под водой. Поверить в такое совпадение, конечно же, нелегко, но все возможно. Но не только мегалодона тяжело поймать в объективы камер. Следующие герои нашего выпуска попадаются людям не чаще. Южный кит. Все знают о синих китах. Это самые большие животные на планете, а также крупнейшие из всех животных за всю историю Земли. Дела у них, кстати, не очень. Синих китов осталось немного, они находятся на грани вымирания. Но еще хуже дела идут у южных китов, рода из семейства гладких китов. Особенно плохи дела у двух видов – северного гладкого кита и японского кита. Северная популяция насчитывает около 400-500 особей, а японская и того меньше – всего около 50 особей. Из-за относительно медленного передвижения, склонности плавать недалеко от побережий и высокого содержания подкожного жира, южные киты в прошлом были одной из самых желанных добыч китобоев. А сегодня, несмотря на то, что китобойный промысел запрещен в большинстве стран, человек до сих пор остается самой большой угрозой для этих видов. Из-за человеческой деятельности и изменения климата, эти киты уменьшаются в размерах. Как следствие, животные теряют способность к размножению, что потенциально грозит полным исчезновением обоих видов. Биса Возможно, вы никогда не слышали о биссе. Между тем, это один из самых необычных видов черепах на планете. А вместе с тем и один из самых малочисленных. Биса, бис или настоящая каретта является видом, который находится на грани исчезновения. По оценкам мсоп, в мире осталось 8000 особей, из которых лишь тысяча гнездящихся самок. Ареал обитания этого вида простирается от умеренных широт северного полушария до умеренных широт южного полушария. Однако гнездится биссе лишь в тропических широтах. К сожалению, причина исчезновения этих черепах – человеческая деятельность. На этих рептилии охотятся ради этих красивых панцирей, которые затем продают на черном рынке в целях изготовления из них ювелирных и декоративных изделий. Коммерческая торговля панцирями настоящих карет была запрещена в 1973 году, однако ситуации это едва ли помогает. На настоящих карет все еще продолжают охотиться, а охрана этих животных не дает нужных результатов. Калифорнийская морская свинья И последний герой этой подборки – калифорнийская морская свинья, дела у которой идут крайне критично. Если предыдущие особи из этого выпуска исчисляются тысячами, сотнями или хотя бы десятками, то калифорнийских морских свиней можно буквально пересчитать по пальцам. И это не преувеличение. По данным ученых, в мире осталось около пяти особей этого вида, что делает эту морскую свинью одним из редчайших животных всей планеты. Калифорнийская морская свинья, которая также известна как Бакита, обитает в северной части Калифорнийского залива. Это вид небольших морских свиней, которые достигают 150 сантиметров в длину и весят около 50 килограммов. Не так уж и много, скажете вы, но по сравнению с другими морскими свиньями, это мало. Например, белокрылая морская свинья достигает двух метров в длину и весит свыше двухсот килограмм. Как и в предыдущих случаях, на популяцию вакит оказала влияние человеческая деятельность. Из-за незаконного рыболовного промысла в Калифорнийском заливе, этих созданий становилось все меньше и меньше, и сейчас их уже совсем мало. Несмотря на то, что с 2015 года в Калифорнийском заливе запрещено использование жаберных сетей, это вряд ли сыграет свою роль. С большой вероятностью мы являемся последними свидетелями существования вакит, которые совсем скоро вымрут окончательно. Вернемся к мегалодонам. Думаете, эти гиганты были неуязвимы? Это может звучать странно, но даже у таких монстров были достойные противники. Скутозавр Скутозавр – уникальное существо, не похожее ни на одно существо древности. Скутозавра можно не постесняться сравнить с камнем, только взгляните на кадры, которые воспроизводят возможный внешний облик животного. Скутозавр был открыт экспертами около ста лет назад в России и назван в соответствии с его переводом на английский язык как «щитовая ящерица» или «ящер с щитом». Или на щите. По правде говоря, это имя очень даже подходящее. Скутозавр был длиной до трех с половиной метров, весил около тонны и при этом имел толстые кости и громоздкие мышцы. Также большая часть наружной поверхности животного была защищена твердой, как камень броней. Все эти факторы в совокупности делали скутозавра очень сложной добычей для хищников. Правда, главной его проблемой являлась медлительность, ведь такую ношу тяжело носить каждый день еще и быстро. Интересно, что на самом деле эти существа являлись доисторическими животными вроде буйволов. Они бродили по поймам Евразии точно так же, как современные коровы и буйволы – стадами. На самом деле они довольно безобидны, так как травоядны, но если бы вы встретили их в наши дни, они бы повели себя точно так же, как слоны или носороги. Проще говоря, они бы не стали долго возиться с незваным гостем и затоптали его. Спинозавр Спинозавр считается одним из крупнейших плотоядных динозавров, что обязывает его попасть в список самых огромных и устрашающих монстров древности. Спинозавра Останки Спинозавра были найдены в Египте в 1915 году. Тогда среди археологов произошло недоумение, так как некоторые были убеждены, что это были останки знаменитого Тирекса. Скудные окаменелости, которые, как утверждается, были уничтожены во время Второй мировой войны, не могли прояснить картину. В частности, насколько был большим или маленьким динозавр по сравнению с тем же Тираннозавром? Позднее обнаруживалось все больше и больше останков, и эти находки положили конец всем вопросам, которые ставили специалистов в тупик. Спинозавр вырастал от 12 до 15 метров в длину и весил до 7-8 тонн. Также эксперты смогли установить по останкам черепа, что его морда была похожа на крокодилью. Это означает, что он мог долгое время находиться в воде, а следовательно, питаться там же. Его мобильные, универсальные размеры позволяли охотиться как на гигантских черепах и крокодилов, так и на других динозавров. Гигантопитек Гигантопитек имеет очень много общего с современным орангутангом. Он был преимущественно травоядным и очень редко нападал на других животных. Правда, выглядел он так внушительно, что с первого взгляда можно подумать обратное. Он мог достигать 3-4 метров в высоту и весить колоссальные 500-600 килограммов. Гигантопитеки обитали на нашей планете 100 тысяч лет назад. Причиной их вымирания стало изменение климата, которая, как считается, значительно сократила предпочитаемую ими фруктовую диету. Вероятно, эта гигантская человекообразная обезьяна сосуществовала с человеком прямоходящим, нашими ранними предками. Так что климатические изменения, урезавшие запасы пищи, означали жесткую конкуренцию между этими двумя видами. У наших предков были альтернативные варианты питания. Это позволило им выжить, а вот гигантопитеки не смогли отыскать замену фруктовому рациону. Как вы думаете, смогли бы люди и гигантопитеки ужиться, если бы не недостаток пищи? Поделитесь своими мыслями в комментариях и смотрите дальше, чтобы увидеть еще больше невероятных доисторических монстров, которых боялись даже самые опасные создания в истории. Гарганопс Вашему вниманию представляется горганопс, или как его еще называют, лицо горгоны. Когда-то этого грозного животного считали чем-то средним между млекопитающим и рептилей. Может быть, именно такое сочетание послужило столь необычному и жутковатому внешнему виду. Но ученые все-таки сходятся во мнении, что главной причиной стало нестандартное строение и структура костей животного. Гарганопс имеет заостренные длинные зубы и длинные клыки, а также строение ушных раковин, как у обычного млекопитающего. Единственное, что еще может напоминать млекопитающего, это способ передвижения, а конкретно строение мышц ног. Неизвестно, имел ли он мех, шерсть или чешую, поэтому рептилией горганопса можно назвать снатяжкой. Самые большие особи могли достигать размеров крупного медведя. Интересно, что 12-сантиметровые клыки появились у этих монстров в ходе эволюции плотоядных, что означает, что они были прекрасными охотниками. Удивительно, что горганопс – одно из наименее известных доисторических существ, о котором много знают только истинные специалисты. Они-то уж точно в курсе, что это не то животное, встреча с которым оказалась бы приятной. Артоплевра Столкновение с ползучими существами – не самый приятный опыт, который можно испытать, особенно когда это многоножка длиной более двух с половиной метров. К счастью, такая встреча могла бы произойти только 314-290 миллионов лет назад. Артоплевра Артоплевра по праву считается самой большой многоножкой из когда-либо существовавших. Интересно, что такие огромные размеры никогда не мешали существу в быстром и удобном передвижении. Останки, найденные археологами, показывают, что она была довольно подвижной и не имела проблем с поддержанием синхронности своих ног. По мнению ученых, внушительные размеры, которых достигал этот род, обусловлены высоким содержанием кислорода в то древнее время. В отличие от сегодняшнего 21% содержания кислорода в атмосфере, те 30% кажутся значительными. Стоит отметить, что Артоплевра не являлась хищником, так как ее диета позволяла насыщаться животному надолго. Астраспис Эволюция – лучший друг видов животных, которые страдают от издевательств. Прекрасный пример – Астраспис, рыба, которая превратилась из беспомощной добычи в гораздо более сильное и выносливое существо. Правда, на это ушло несколько миллионов лет, но все же. Астраспис выжил в основном из-за питательных веществ, которые были разбросаны по древнему морскому дну. Это сделало его, как бывает со всеми неплотоядными, желанной добычей для хищников. Таким образом, Астраспис стал едой почти для всех остальных населяющих океан существ во время Ордовикского периода. В конце концов, на это существо охотились так часто, что оно эволюционировало. У Астрасписа появилась более жесткая броня для головы и тела, защищающая его от хитрых хищников, например, от первых акул в истории. К сожалению, увеличив прочность своей внешней защиты, Астраспис значительно набрал в весе. При длине в 20-25 сантиметров, вес особи мог достигать нескольких килограммов, что, конечно, снизило скорость и поворотливость в воде. Нотозавр. Этот необычный род связан не только с рептилиями древности, но и с ящерицами и змеями. Это подтверждает догадку многих исследователей о том, что натозавры – потомки динозавров. Нотозавры жили во время триасового периода, около 247-201 миллиона лет назад. Животное можно узнать по характерным признакам – по четырехметровому худому телу и длинным вытянутым чертам. В отличие от динозавров, натозавр очень комфортно чувствовал себя в воде и вел образ жизни, схожий к которому мы сейчас можем наблюдать у тюленей. Что делает этого животного действительно пугающим? Его способ охоты. Он, конечно, мог просто хватать и есть рыбу и других морских млекопитающих, случайно попавшихся на пути, но его уникальной способностью было откапывать скрывавшихся в морском дне существ. После того, как бедная жертва была найдена натозавром, у нее не оставалось ни единого шанса на выживание. По правде говоря, вся информация о натозавре – лишь предположение, так как еще ни один эксперт не нашел значимых доказательств о его образе жизни. Возможно, это существо является дальним родственником или ранним предком наших современных ящериц. Плакодерма Плакодермы, или пластина кожи рыбы, были очень длинными морскими существами, существовавшими во время Девонского периода. Это десятиметровые существа, которых чаще всего можно было встретить на мелководье в Марокко, Америке и даже Европе, судя по некоторым данным. Помимо ужасающего внешнего вида, Плакодерма также известна как одна из самых грозных морских хищников. Она могла проглотить за один раз несколько косяков рыб, причем делала это очень быстро и эффектно. К счастью, это существо больше не бороздит океаны нашей планеты, поэтому маленькие рыбки могут быть спокойны. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какое доисторическое существо впечатлило вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.